Поэтому у меня несколько лет тому назад возник такой проект, который мы придумали с Владиславом Атрашенко, прекрасным прозаиком, придумали совершенно так, ну как бы вот разминая какую-то там тему и вышли к такому проекту. Это рассказ с Владой. Вы знаете, что были записки на манжетах, но это как бы как само название, а как жанр это был гаповский там или еще что-то, но рассказ с Владой. Мы сейчас настолько проза стремится к луковизму, мы решили, насколько можно русский рассказ можно сократить, чтобы он еще оставался рассказом, не превратился просто в фразу бессмысленную, но оставался рассказом, соблюдая жанр русского рассказа. И мы подумали, а почему бы не ладонь, который является линией жизни, который может рассказывать хироматия и все прочее, не буду это разбивать, вы сами можете доносить. Ну вот я как бы положила свою руку, обрисовали, бросили туда текст, это оказалось 800 знаков. И мы предложили и большим писателям, и большим, я имею ввиду, которые на длинную дистанцию идут, и другим писателям написать этот рассказ. Мы бросили этот клич. Сначала все сказали, ну, конечно, yes. Слава. Я когда закончу эту историю, я тоже. Очень хорошая история, очень интересная. Всем советую до конца. Это говорит, кстати, о нашей... Недосциплинированной. Нет, нет, другое слово. Вот. Симпатия. Самое главное, что он сказал, да? Вот. И сначала все сказали, yes, это все хорошо, мы все это сделаем, а потом посыпались отказом, потому что действительно написать короткий рассказ очень тяжело. Это не должно быть ни сцене, ни какое-то там маленькое такое сочинение о том, что я вышла, а тут я увидела, что все в цвету. Поэтому это должен быть по-настоящему с началом, с завязкой и концевом рассказы. Вот. И тем не менее, оказалось, что около ста писателей, даже больше, чуть-чуть написали такие рассказы. И в прошлом году, когда у нас был юбилей, нам исполнилось 90 лет, мы опубликовали эти рассказы. Вот у меня несколько журналов этих принесла. И это вот так выглядит. Рисунки. Или так, или так? Когда мы просто... Нет, не надо, не надо. Рисунки делали очень хорошие художники. Татьяна Назаренко, Борис Мессерер. Я не буду всех перечислять. Тишков. А некоторые даже художники сами и писали тексты. Они еще и рассказы свои писали. Вот, например, такой рассказ исследователя Толстого Балдина Андрея. Он еще и художник, он еще и график. Он здесь написал один Лев Толстой и один Пьер Безоков. И здесь действительно нарисовано 21 Пьер и один Толстой. Это не просто так шутка. Он действительно описал, почему это так. И как Толстой избавлялся. 7 лет Толстой не мог ничего взять в руки, не мог писать после того, как написал «Войной мир». Вот это наработка. А самый любимый герой, по мнению Балдина, Толстого был Пьер Безухов. И вот как он избавлялся, как рука его набита была этим Пьером Безуховым. Все это вот как бы описано. То есть это действительно не просто такие зарисовочки. Кроме всего прочего, здесь есть у нас и рассказ Андрея Макаревича, тоже интересный. Здесь есть рассказы и художников, очень знаменитых художников, которые оформляли фильмы Киры Мураторы. У нас есть и детские рассказы, которые называются «Рассказ детского ладошка». Журнал наш очень многие годы дружит с Одессой. Мы делаем там литературный фестиваль. И в прошлом году, когда случилась эта беда 2 мая, мы решили их поддержать. И мы попросили одесских писателей также написать свои вот эти рассказы с ладонь. И они написали. И не только написали, но и одесские художники нарисовали совершенно дивные свои ладони. И все это здесь было представлено. То есть вот, понимаете, журнал при всем при том, что мы как архаично... Вот это ладонь, например, одного одесского автора, а это Бориса Насселева. При том, что мы очень-очень внимательно относимся и действительно с каким-то... Ну вот, во всяком случае, я охраняю свой формат. То, что мы не заигрываем, мы никакие-то картиночки не делаем. Но внутри нашего, конечно, вот самого журнала мы стараемся изменять темы. Не для того, чтобы забыть читателя, а в первую очередь для того, чтобы сделать импульс для развития литературы. Спасибо.